Это куриный супчик с домашней лапшой. Он очень легкий, очень ароматный, очень душистый. Тут много овощей, домашняя лапша на яйцах. Если вам интересно, как приготовить такое блюдо, то смотрите продолжение дальше. Сначала нам нужно подготовить лапшу. Мы будем делать яичную лапшу. Берем 150 грамм муки, высыпаем ее в мисочку. Не всю, чуть-чуть оставляем на всякий случай. Теперь сюда делаем ямочку такую. Сюда мы выливаем одно яйцо и желток, и белок. Сюда добавляем мы 1 треть чайной ложки соли. Чуть-чуть присыпаем и замешиваем очень крутое тесто. Такое тесто у нас крутое получилось. Оно довольно плотное такое. Нам такое и нужно, чтобы оно не расползалось в супе. Теперь мы его закрываем пленочкой и оставляем минут на 15-20, чтобы оно постояло немножко, разошлось. У меня мука не вся ушла. Где-то вот грамм 50, наверное, может быть 30 осталось. Я не взвешивала. Из-за того, что яйцо у меня было среднего размера, небольшое. Я поэтому отложила. Но потом на раскатку оно подойдет нам. Наше тесто нужно нам раскатать в очень тонкий пласт. На стол нужно посыпать муки немного. Сверху посыпать тоже обильно мукой. И раскатать нужно вот такой вот, видите, довольно тонкий, тонкий-тонкий пласт. Где-то до миллиметра. Оно 0,5-0,8 миллиметр. Где-то так. Раскатывается тяжело. Оно тесто тугое. Но его нужно раскатать очень тонко. Чтобы не липло, посыпайте мукой. Муки у меня, вот видите, осталось довольно много муки. Ну, то из-за того, что яйцо было маленькое. Где-то у меня пошло муки 100-120 грамм. Муки на всё. Теперь нам нужно эту лепешку вот так вот посыпать хорошенько мукой. Чтобы она не липла. Теперь скрутить её как бы в рулетик. Вот так вот рулетик скрутить. И будем нарезать ножом тонкие-тонкие-тонкие полосочки. Если хотите длинные, то можно вот так поперёк. Если такие средние, то так нарезали, потом так. Ну, в общем, как вам больше нравится. И разъединять всю эту полученную лапшичку. И слегка присыпать мукой, чтобы она не прилипала. Так, вот я порезала уже нашу лапшичку. Видите, какая она тоненькая. Я её порезала, разъединила эти скрученные рулетики. И слегка пересыпала мукой. Вот так вот сверху. И вот так вот обсыпала со всех сторон. Теперь нам, мы это оставляем, можно переложить вот так вот на досточку. И пусть она лежит, она пока подсохнет. А мы займёмся нашей курочкой. Я обычно мясо любое сначала вымачиваю, потом даю время стечь ему. Поэтому у меня уже всё готово. Я взяла куриные бёдрышки. Тут у меня где-то килограмм. Ну, кастрюля большая. Я их вымочила. Вода стекла. Я обрезала всю шкурку, которая была сверху, чтобы не было сильно жирным. Вырезала косточки. Вот только мясо я порезала на кусочки. Сюда. Теперь я сюда добавляю две луковицы. Такие, среднего размера, целые. Оно, когда лук добавляешь в бульон, когда варится мясо, то вкус очень вкусный. Если вы любите, чтобы было нарезано, плавал там лук варёный, то можно и порезать его. Я обычно потом в супе, оно сварится, я его потом эти головки выбрасываю. Теперь нам сюда нужно налить воды. Ну, где-то полкастрюли надо будет налить. И ставим на огонь, чтобы закипела вода. Как только наше мясо начнёт закипать, нужно собрать пенку обязательно. Вот, видите, вот так. Или вот такой вот ложечкой специальной для сбора пенки. Или, если нет, то вот обычная маленькая ситочка, которая там чай или что-либо просеивается, трава какая-то. Теперь мы это оставляем, накрываем крышкой, ставим на слабый огонь. И пусть оно минут 20 варится. Теперь мы добавляем сюда морковку, чтобы она варилась тоже. Минут через 10 будем добавлять другие овощи. И сейчас можно посолить где-то на эту кастрюлю. Ну, вы солите по вкусу. Для этого я обычно беру на эту кастрюлю одну неполную ложку. Теперь я добавила сюда ещё картошки. Вот, покажу вам. Вот, видите, картошка. Я её не режу одинакового размера. Я её режу так, наискосок, чтобы с одной стороны был такой тоньше, с другой стороны толще. И для того, чтобы оно с одной стороны сильнее разваривается, с другой стороны меньше. И тогда картошка получается как тает во рту. Сюда я ещё добавила половину зелёного перчика. И один красный перец я порезала. И добавила два таких небольших помидора. Тоже порезала на маленькие кусочки. Сейчас оно закипит. И долила я водички. Закипит и будет вариться на слабом огне уже, скажем так, до готовности. Проверяйте на вкус, на соль. И когда будут готовы уже картошка и перец по вкусу. Какой готовности будут. А потом уже в самом конце будем ложить нашу вермишельку. Лапшичку, вернее. Наши овощи уже сварились. Уже всё. Это, скажем так, завершающий момент. И вот, видите, я уже начала ложить вермишельку. Лапшичку нашу. Я её на друшлаг высыпала. Потрясла. Вот так вот лишняя мука осыпалась с неё. Теперь понемногу беру и высыпаю в кастрюльку. Вот так вот. Аккуратно, понемногу, понемногу. И понемногу перемешиваю это всё. И буквально 3-4-5 минут она проварится и будет готова. Всё до конца высыпем. Так, вот уже наша лапшичка всплыла. Уже проварилась. Уже готова. И последний штрих. Мы высыпаем туда зелень. Зелень я беру 2 столовые ложки петрушки, 2 столовые ложки укропа и 1 крупный зубочек чеснока. Так, это придёт с луками. И всё. И всё перемешиваем. Вот это всё. И выключаем. И накрываем крышкой. Оно дойдёт при накрытом. Зелень дойдёт. Вот такой супчик у нас в результате получился. Он очень лёгкий, очень ароматный, душистый. Его можно готовить в любое время года. И зимой, и летом. Заготовить помидоры и перец в морозилку. И можно готовить, вспоминать о лете. Если вам понравилось такое блюдо, то ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду очень рада. Попробуйте приготовить такой супчик. Приятного аппетита. Пока.